Жители и гостей столицы республики атакуют мошки. Все больше людей обращаются в поликлиники с жалобами на аллергические реакции. С чем связана такая активность насекомых и как с ними борются, расскажут наши корреспонденты. Отдых на природе или обычную прогулку могут испортить насекомые. Особо нанимают мошки. Их количество в этом году значительно увеличилось. Их укусы не такие болезненные, как у комаров, но последствия куда более неприятные. Для любого человека, особенно для аллергика, лето – время тяжелое. Цветущие травы, растения всегда могут вызвать аллергическую реакцию. В бой вступают еще и насекомые, в частности, мошки. Специалисты утверждают, что в этом году популяция мошек сильно превышает норму. В городе Якутске массовый пик приходится на первые декады августа. Пожары спровоцировали, пригнали мошек с других рек, которые выплодили, с других маленьких рек, ручьев. И вот поэтому такая массовая численность мошек в этом году. Насекомые, которые можно разглядеть только под микроскопом, после себя оставляют видимые следы, покраснения и опухоли. В отличие от комаров, которые просто прокалывают кожу, мошки прокусывают плоть, оставляя там токсичную слюну. В поликлиниках все больше жалуются на раздражение после укусов. Сами врачи подтверждают, повод для беспокойства есть. Укус мошки может провоцировать такие проявления, как зуд, гиперемия, отек и некоторые аллергические реакции. Но самое главное, это получается не расчесывать, чтобы не травматизировать кожу, и тем самым, чтобы у нас не присоединилась вторичная инфекция. Главное, оказать первую помощь, советуют врачи. А при появлении следов укуса, обработать их нашатырным спиртом и принять противоаллергенные препараты. Они боятся запаха, цветочного запаха. В основном кусают самки москитов, из-за этого они боятся цветочного запаха. Аллергикам надо сразу пить, в принципе. Они именно такой белок выпускают в кожу, из-за этого опухает, и даже может возникнуть синяк. Защититься от гнуса можно не только лекарствами, но и народными средствами. Мы узнали у якутян, какими способами они защищаются от полчища насекомых. Детским кремом и туда добавляю ванилин. Ну, хорошо помогает. В полетку махаю все. Самая хорошая защита от малышкин – это ветерок. Говорят, что ванилин помогает. Еще слышала, что помогает гвоздика, но от гвоздики может быть аллергия. Последние дни лета люди стремятся провести на природе. В берегах рек, в лесах и рощах. Несмотря на огромное желание посетить природу, стоит тщательно подготовиться и позаботиться о своей защите. Екатерина Неустроева, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.